Вы должны зрителю объяснять, что вы говорите с субтитрами. Не-не, мы несем культуру в массы. Что вы хотите-то? Поначалу вы реально просто варили то, что видели. Да. Нет. Помогите! Очень странный вопрос сейчас есть. Наверное, вы будете ругаться. Почему? Потому. Вот поэтому в их видео есть субтитры. А наша Нива самая низкая. И наша Буханка самая низкая. Были же проекты и неудачные, соответственно. Дрифтовый трамвай с кодовым названием кокаиновый трамвай. Господи, как крокодиловые проекты. Ты вообще с кем разговариваешь? Я тебе что расскажу? Я мысль потерял, ты помнишь? Все. Спасибо, пацаны. Было неплохо. Господа, здравствуйте. Вы снова оказались на канале Супротек Рейсинг, на котором пока что по непонятным причинам мы продолжаем писать наше интервью. На самом деле нам, конечно, интересно, что почем в автоспорте и как себя ведут знаменитые люди на экране в нашей, собственно, уютной обстановке, где они уже не такие знаменитые и не на таком экране. Потому что мы видим их вживую и, как вы сами прекрасно понимаете, практически ничего из видео не вырезаем, кроме той сцены. Но это в последнем видео. И сегодня у нас персонажи интересные. Во-первых, у нас сегодня впервые группа «Ушечка». Тройничок. Я бы сказал, ну, действительно, групповое интервью, если уж мы серьезно так говорим. У нас сегодня в гостях ребята с канала «Илинк Шоу». Их там, если кто не знал, двое. Хотя, если кто не знал, что их там двое, то получается недостаточно внимательно смотрел. Больше. Да любой блогер – это команда в любом случае. Это Вадим. Да. Это Алексей. А это Костя. Алексей пока только неловко смеется, но он обычно расходится, и потом его не остановить. Образно, зная это из личного опыта. Ребята изобретают на своем канале различные транспортные средства. Причем они их вроде как делают из уже существующих. Если кто не знал, канал существует 4 года. И вроде как вы делаете все вот то, что уже было. Вроде буханка-буханка, Нива-Нива. Но все это почему заканчивается очень… Открылым комменты пишут. Да. Это заканчивается очень плохо. То есть они начинают делать то, что ты с каждой серией думаешь, нет, ну все, дальше уже не пойдет. И оно идет дальше. Это для меня лично уже некая визитная карточка и линк-шоу, потому что ты с какого-то там с третьей, четвертой части перестаешь верить тому, что происходит на экране. Но оно происходит. Да. Также ребята от себя, вот у них есть такая суперфишка, они создатели тех слов, которые я употребляю в жизни. Например, это болтосвар. Так, плохо. Это вот плохо их слово. Это когда плохо, но еще сойдет. Нет, когда плохо, но для нас сойдет. Но для вас сойдет. Да. А также еще многих других. А это прямо у них какая-то фишечка, за которую цепляешься и ждешь, когда они появятся снова. И главное, вы к ним придумали пояснение субтитрами прямо в процессе видео, когда вы… Чтобы люди нас понимали, конечно, иначе как. Мы долго думали, хорошо это или плохо. В итоге пришли к выводу, что это плохой. Сейчас у нас подвеска полностью собрана, получается. Да, то есть вы не хотите уходить в андеграунд со своими вот этими непонятными словами. Мы несем культуру в массы. А с чего все началось? Вот сейчас мы объяснили, к чему вы пришли. К тому, что вы должны зрителю объяснять, что вы говорите субтитрами. Да. Нет, у нас другая миссия на самом деле. Миссия другая, я тебе потом про нее расскажу. Начали как приличные люди. Автообзоры. Да ну что ты, брось ты. Какие приличные люди. Ты вообще с кем разговариваешь? Нет, ну я смотрел парочку видео, было все очень нормально. Ты рассказывал про багажник. Ну первые две минуты, да, потом нафиг. Тест-драйвы это неинтересно. Так. Это мертвый жанр абсолютно. Хорошо. Мы с него начали просто, как бы любой, практически любой блогер начинал с этого, да, потому что нужно было просто опыта набраться. Там камеры перестать бояться, научиться снимать, научиться как-то вот, какой-то свой стиль вырабатывать, вот это вот все, притереться с аудиторией, понять, что ей нужно вообще, что вы хотите-то. Вот, и потом, потом ты начинаешь уже развиваться как-то и уходить от тест-драйвов, потому что тест-драйвов это скучно. Кто у нас снимал тест-драйвы нормальные? Кстати, вот мне даже твое мнение интересно. По твоему мнению, именно формат тест-драйвов, неважно, сейчас или раньше был, кто самый лучший. На чьих тестах я вырос? Канал Автоплюс. Я возник, мой канал возник как противовес канала Автоплюс. И сейчас на Автоплюс будет выходить наш видос. Мне больше всего... Круг замкнулся. Круг замкнулся. Мне больше всего, из современных я вообще никого не могу смотреть. Тест-драйвы, ну, как бы это... Возможно, потому что я уже про машины знаю столько. Настолько количество машин я переездил, что это просто неинтересно. Сейчас новые машины все одинаковые, только лейблы разные. Ну, и класс там. Бизнес-класс, комфорт, премиум и так далее. А изначально, когда для меня это все было чуждо, я не ездил там на таком количестве автомобилей, мне было реально все интересно, я смотрел Воротникова. Он единственный человек, он единственный человек, который реально рассказывал про машину. Мне вот этот, типа, ой, как она едет, как она, ой, смотрите, какая фара. А он реально интересен. Да, информативность. И мне это было очень интересно. И на своих первых тест-драйвах я смотрел на него и думал, мне, кстати, очень много писали в начале, что я тебя под тебя кашу. На самом деле, если я под кого-то и косил, были какие-то аналогии, да, вот именно идейно. Это был Воротников, потому что я смотрел, как он подает информацию, он про каждый мотор рассказывал, про каждый узел рассказывал. Это было интересно. То есть был смысл в том, что ты посмотрел видос. Не так, что я посмотрел, как какой-то чувак валит. Как интересно. Ровно сегодня на моем канале вот будет просто тупо, мы просто тупо валим. Лонч боком, лонч боком, лонч боком. Точка класс, пацаны, все, ссылка в описании. Да, Дубровский. Ну, Жекич так начинал, да. Жекич, он сейчас молодец. У нас сегодня будет интервью-пылесос. Мы просто всех сейчас, да? Мы как бы ко всем очень хорошо относимся, все молодцы. Про кого интервью-то? Про... А про кого? А ты кто? Ну, ребят, каналчик есть такой небольшой, там я вам сейчас объясню, они там такие вещи делают. Я вам сейчас все расскажу. Ну, расскажи, да. Они обзоры делать перестали, потому что это скучно. Они сначала Варим Воротниковым насмотрелись, потом перестали делать обзоры. Все скажут, что все остальные, короче, ни о чем. И говорят, давай возьмем УАЗик, распилим его... Нет, это было не так немножко. С шести долях. Подожди, мы с какого этапа начинаем тебе рассказывать? С этапа... УАЗик это был рейндж-ровер на американском В-12. На В-8? В-8, да. Вот поэтому в их видео есть субтитры, где они субтитры... Они реально субтитрами объясняют то, что говорят. Ты слушаешь человека и читаешь, что они хотели тебе сказать на самом деле. Чувак, смотри, он генератором своим упирается в сраный кардан, вот этот рулевой, в рулевую машинку. Новый кронштейн, который этот кардан вот так вот приподнимает. У нас был план сделать идеальную машину. У нас все начиналось сначала хорошо. Мы же с тобой еще тогда консультируем по поводу Пегаса. Да, мы спрашивали, как найти нам Пегаса и так далее. В общем, мы хотели взять Пегаса, рейндж-ровер старенький, кто не знает. Поставить в него V8 американский и поставить велюровый салон от Маджесты, по-моему. Потому что мы хотели сделать, чтобы машина выглядела модно и ехала вообще без проблем. Американский V8 вообще мега надежность и внутри было комфортно. Но потом начались проблемки, которые, собственно, не закончились до сих пор. Это как бы визитная карточка, одна из визитных наших карточек. У нас проблемки. Вот. Сначала мы не нашли Пегаса адекватного. Ты продолжай, продолжай. Потом оказалось, что мотор V8 американский, карбюраторный, карбюратор там нету. Нужно его где-то найти. Потом мы купили... А бюджет 300. А бюджет был 300. Нам выделили денег даже, да? У тракториста, как говорят. Ну да, да. И мы подумали, что может заменить Пегаса? Ну что? Это же логично. Буханка. Это же прямая налоги. Любой человек с IQ выше одного, да? Ты поймешь, что V8 американский, а не понимая, как вы это все придумали. Оказалось, что одно в другое не влезло. И нужно было спасать проект. Это самая интересная часть. Но зато в машину влезла в машина. Короче, я тебе расскажу. Так, остановитесь. Давайте, давай. Сейчас, секундочку. Пока перейдем. Я начал мысль, самая интересная часть наших проектов начинается тогда, когда я не сплю ночами и думаю, как его спасти. Когда мы в своих проблемках вот просто вот так вот уже увязли и понимаем, что нет, так дела не делаются. Нужно что-то делать. Вот здесь самое интересное. Три года назад, три года подряд вы все-таки снимали обзоры. Два года. Два года. А полностью этот обзор мы относительно не говорим. Ты говоришь, что снимаешь. Ну, типа-то. В обзорах так. Иногда наоборот. Нет, в обзорах только так. В обзорах я никогда не пью. А в тестах я говорю и снимаю, и он тоже снимает и делает. Идея первого проекта, она родилась на какой год? Тридцать тысяч подписчиков было примерно. Чуть поменьше. Так еще обзоры, ну, параллельно и обзоры, и буханка. Да, мы долго же снимали параллельные обзоры какую-то херню откровенную. Да, чтобы ее строили. Ну, как я сейчас, по-моему, нормально я делаю. Ну, да, это нормально. Вопрос в том, что у тебя не заходят. Maybe. Друг другу-то вы как нашли вообще? Вы к кем приходитесь-то? С кем двигаетесь? Ты валялся на улице. Он валялся. Он валялся. От поребрика его подобрал. Отмыл практически. Нет, мы познакомились на тусовке. На свет поставил. Нет, мы познакомились в рамках автоклуба Драйв-2. Вот эта вся фигня, вот эта встреча была. Как и собственные. Вот, да-да-да-да-да. И... А я же... Тут история-то началась задолго до. То есть, как бы, изначально проблема заключалась в том, что я всю жизнь работал расхлёгаем. Хорошая профессия. Ты, кстати, тоже и работал, потому что, знаешь, вот эта стандартная тема, когда я ни на кого не буду работать, я буду работать сам на себе. Да, у тебя был, по сути, свой бизнес. Ты же был нормальным человеком. Я так и говорил всем. Я занимался видеонаблюдением. Я так всем и говорил, что я, типа, частный предприниматель, у меня свой бизнес, только я никуда не поеду, у меня денег на бензин нет. Вот эта вот тема. Ну, ты знаешь. Вот. И... Зачем? Очередной бизнес мой я видеонаблюдением занимался, он погряз в кризисе. Я воспользовался своим конституционным правом, закрепленным в Конституции, пойти нахуй. Вот. Собрал вещи и пошел. И не знал, чем заниматься, понимаешь? А потом появился ты на ютубчике. Сволота. Сволота. А ты... А, кстати, никто же не знал, да? Ты учился в моей школе, жил в соседнем дворе. И был таким... Хозяем, по сути дела. Вот. Я посмотрел, думаю, блин, у него получилось, а я зачем хуже. Надо попробовать. Тут много субтитров нужно будет, Андрюх, вставлять, чтобы... Ты просто там пусти, не знаю, что там просто. Бегущий в строку. Пишите какой-то. Нам нужно вытягивать теперь это все. Так. И вот. И я посмотрел, что как бы вот ты по сути в той же ситуации... Я ходил по укрю. А я в туалет. Я добью. Нормально. Вот. И я смотрю, как бы, что реально как бы эта тема. У меня была камера, но не у меня, у родителей. Можно было отжать всегда камеру. В жизни такие же... И было куча свободного времени. И мне нравились тачки, как бы, ну, логично, да? В автоклуб, все дела. Вот. Я думал, блин, у меня есть целый автоклуб... Ну, доступ к огромному количеству машин, потому что я там тусую в автоклубе. Там, типа, один из организаторов тогда был встреч. Вот. Думаю, надо попробовать. Ну, аж ничего не теряю. Правильно? И попробовал. И... И не получилось. Вот. И так ты пробовал несколько лет. Да, да. Пока не купили... Вот так вот прямо бился и лбом. Да, да, да. Потому что израил это дно. Так. Все, это неинтересно. Далее ты решил... Я не помню дальше ничего. Дальше все в тумане. Тебя ударило электродом, сваркой все-таки. Я не помню. Как мы решили, что нужно проект строить? Оно само пришло. Пишет тексты нам никто. Так. Правильно. Значит, первый проект... Вот это был, собственно, Пегас, получается. Да. Несостоявшийся. Несостоявшийся. И рубрика неизданная. Ну, да. А сегодня есть к нему желание вернуться? К Пегасу? Нет. Неинтересно абсолютно. А если бы его туда начали? Смотри. Ну, я не знаю, чем это закончилось, и куда бы мы ушли. Мне кажется, это был бы провал полнейший. Хотя Батон был начально тоже. Да, это было бы сложнее. Так Батон мы строили два года. Ну, и что? Нет, мы его два года... Мы его полтора года пытались построить. Нет, подожди. Топовое видео на сегодняшний день на канале. Это Запорожец, к сожалению. А как же Crazy Russian Tuning? Нет. Запорожец. Ладно, Запорожец. Да к этому вернемся. Так вот. На самом деле, мы когда начали строить проекты, мы поняли, что это интересно. Типа не потому, что это заходит, заходили бы Тридрайв, мы Тридрайв бы снимали, а именно наоборот, мы бы не снимали. Мы все равно бы строили проект, потому что это офигенно интересно, когда ты своими руками создаешь какую-то херню. Причем нужно именно херню какую-то создать, интересную, с минимум бюджетом. С минимум бюджетом, русский язык забыл. С доступным бюджетом. С минимумом бюджета. С минимальным дебил. Минимальный дебил. Главное, что если запустить видео, там вот прям то же самое. Они реально вот такие. Да, мы такие какие есть. Они не прикалываются. После вот этого видоизменения крепления генератора, то... Я тебе что расскажу? Я мысль потерял, ты помнишь? Все. Да, но с минимальным бюджетом проекта вам стало интересно. Это интересно именно процесс создания. И дальше я начал изучать, что вообще можно строить. И там я начал грустить, потому что знаешь, в чем главная проблема? На самом деле в этой голове есть куча идей, чтобы построить. Не хватает денег, логично. Я вижу эту дорожку, по которой нужно идти, я спотыкаюсь об два половых органа, которые у меня на пути. Первый – это уровень автокультуры в России. В целом. То есть если вот этот уровень мировой, допустим, какая-нибудь страна конкретная, вот этот уровень США, автокультуры, вот этот где-то Камбоджа, то где-то, наверное, вот здесь будет Таиланд. А где Россия, спросишь ты, а ее нету. У нас ничего нету. То есть автоспорт. Где у нас автоспорт? Нигде. У нас его нету вообще. Уровень тюнинга. На канале Супротек Рейсинг. Ну, спасибо за комплимент. Это как красиво-то, а? Да. Мы к этому вернемся. Нет, мы к этому вернемся, на самом деле. Я тебе говорю, что у меня есть миссия. Вот. То есть не просто так мы тут снимаем видосики, чтобы рекламу продать, а у меня есть миссия. Вот. Уровень тюнинга. У нас в России – это что? Закататься в круг, пильнуть пружины, одеть колеса. О, ништяк. Посмотри на наши выставки. Что у нас на выставках? Стоковая машина. Из автосалона, на дисках. На дисках и в виниле. Все, это люди называют проектом. Вот ты начал выставлять свои проекты, это хоть что-то. Уже хоть что-то, да? Я не говорю, что это вау, это хоть что-то. Посмотри любой автовыставку, автошоу, американское. Или мексиканское. Там… Или камбоджийское. А в Таиланде? Был в Таиланде? Нет. Я видел там скорую на бронзовых литых дисках с диодной подсветкой днища. Скорая. Поэтому скоро будет дрифтовый трамвай. Дрифтовый трамвай? Электрический. С кодовым названием кокаиновый трамвай. Господи, как крокодиловые проекты. Крокобизнес. Вот. И, к сожалению, у нас в России это не развито. И когда ты говоришь, типа, чуваки, я строю шоу Стоппер. Вот, кстати, на Ниве очень яркий пример. Нива наша разошлась по миру. То есть здесь даже можно... Это не понты. Реально. То есть мне скидывают... Меня, во-первых, включают в Инстаграмы. В Инстаграме Инстаграм-каналы там миллионники американские, европейские, без разницы. Мне постоянно скидывают ссылки, что, чувак, тебя там запостили здесь на Фейсбуке, на огромном паблике. Здесь, там, сям, какие-то новостные вот эти вот ленты. И я читаю комментарии. Я очень много прочитал комментариев на вот этих вот иностранных ресурсах. Там нету ни одного негативного коммента. Все пишут, что, блин, круто, классный проект. Другая культура, культура обсуждения. Дело не в культуре обсуждения. Дело в том, что у них это нормально. У них это называется слэмот кар. То есть тачка, которая вообще ушла в текстуры, слэмот. И они реально кайфуют. Типа, блин, чуваки заморочились, что-то построили, интересно, классно, необычно. Заходишь в русский паблик ВКонтактике, там какой-то додик. Хотя фамилия, ты всегда не можешь. Может, ты не русский? Да, я Майкл Джексон. Ну. Вот. Заходишь, там какой-то додик, выложил наши фотографии. Ну, не наши, а не вы. Какой-то додик. И написал, написал, написал. Знаешь, что? Высокомерие пошло. Так, ну давай. Я не знаю, как назвать. Как назвать человека, который вот под фотографию нашего додика... Человек имеющий свое мнение. Какое там мнение, если он написал, издеваются над легендой. Да какое там мнение? Подожди, стой. Издеваются? Да кто он такой вообще сам? Кто по жизни, с кем двигается, да? Погоди, брат, сейчас я тебе все расскажу. Написал, издеваются над легендой. Если бы он просто писал, смотрите, как говно просто. Это не он написал. Это не додик написал. А кто? Это какой-то паблик. А в паблике что, автомат, алгоритм написал? Нет, паблик, который типа по старым машинам, ну там. Короче, где Нива трехдверная стала легендой. У меня под окном еще одна такая во дворе. Заканывайся, пацаны, прямо сейчас. Это не легенда, это херня, во-первых. Во-вторых, издевай, мы купили самую дешевую в Питере Ниву, которую хотели сдать на металл фактически. Есть такой процент, ты говори пока, мы все равно отдельным каналом звук, есть процент соотношения лайков к дизлайкам, я просто вижу бегунок вот так просто, вот так вот так. Окей, окей. То есть ты, ты предлагаешь лечь, лечь под аудиторию и вот этот мед в уши, да? Я бы сказал, ты все время, у тебя очень острые углы везде, понимаешь? Не лечь под аудиторию, а принять во внимание мнение. Я знаю, как сильно принимаю, ночами не сплю, когда мне говорят, что вы строите какую-то херню и я думаю, как бы видоизменить проект, чтобы он им понравился. Да нет, там большинство комментариев на самом деле нелогичны абсолютно для... Отзыва плохих, короче, для корча, для корча. Нет, они начинают рассуждать, типа, а как на этом ездить? Это же неудобно. Вот, у нас, у нас люди думают, что машину можно построить только для того, чтобы ездить в магазин, в ПТУ, на работу, еще куда-то по бабам. Все, если на машине делать нельзя, то вы испортили машину. У нас нет культуры вот этой вот автотюнинга, понимаешь? У нас нет такого понятия шоу-стоппер. Человек говоришь, шоу-стоппер, говоришь, с чем утеришься? Дрын сюда. Короче, пока ребята это закапывает себя в негативном мнении, что я выступлю их адвокатом, я выступлю адвокатом. Они настолько переживают за свои проекты, что готовы просто бездумно уничтожать всех, кто вообще пытается подойти к их детищу. Нет, нет, наши проекты, нет, но он за проекты, он за проекты, а я за идею переживаю. Я переживаю, что в России... потому что от него идея приходит, а делаю я. Поэтому я за проекты, а он мне пофигу. Короче, мне обидно, мне обидно за то, что у нас все упирается в вот эту вот неразвитость автокультуры. Когда наши люди начнут понимать, что чуваки, машина это кусок железа, не обязательно на ней ездить, в нее можно что-то сделать, хоть, блядь, клумбу сделай себе под окном, без разницы, если это будет классно, это будет необычно. Нам пишут, вот Ниву надо лифтовать, до этих лифтованных Нив куча. Что интересного? Мы сделали Ниву максимально эксклюзивную, нигде в мире такой нету. Мы, ну, в каком-то смысле мы испортили машину, которая должна была идти на свалку. Там днище было, ну, она была гниловатая, мотор у нее уже помененный, тот вообще был мертвый, салона там не было. В общем, это просто был мусор, его бы выкинули. Мы его взяли, у человека, причем не отобрали, мы ему даже денег дали, мы его купили, понимаешь, человеку хорошо. И мы сделали из машины что-то, что вызывает эмоции у людей. Иначе бы, ну, а смысл этого всего, правильно? Но все грамно находятся люди, которые говорят, нет, это говно. Нива, это проект уже более-менее продуманный, который я смотрю. У нас не бывает продуманных проектов. Вот здесь появляется идея, а давай! Хорошо, с реализацией, там, по крайней мере, вопросов, минимум. А мы вот-то набираемся и понимаем, как делается. Но так было не всегда. Да. А так никогда не было. Поначалу вы реально просто варили то, что видели. Вот. Так отечка в том, что придумывался концепт. Это был какой-то кубический трэш, просто. Да, это интересно. Это очень интересно. Но не было ли никак страшно, что вы сможете все-таки упереться в какую-то неразрешимую задачу? У нас болгарка есть чувак. И уперлись. У нас болгарка сварка. И променяли концепт, ну, если ты пробатон. Да. Ну, так уперлись и уперлись. Скажите ключевые. Вот батон это УАЗ-буханка, которая стала, во-первых, очень низкой, во-вторых, она стала муже. Метр 37 в холке. Во-вторых, водитель сидел внутри базы, что для буханки нетипично. Причем посередине базы, внутри посередине. Ну, там же есть дверь. Входить надо было через центральную дверь, а на месте водителя стоял мотор. Казалось бы. Ничего необычного. Да. А в каком месте возникли проблемы тогда в этом всем? Ни в каком. Вообще все гладко прошло. Уперлись в предыдущие реинкарнации. До. Хорошо, давайте попробуем немножко залезть в вашу голову. Это страшно. Но вы купили УАЗ. Ваши мысли. Надо его дропнуть, он слишком высокий. В общем, мы уперлись в то, что просто так дропнуть рамную машину на мостах нельзя, потому что мост уходит вверх, упирается сначала в раму, раму можно сделать в дуги, а дальше упираешься в блок мотора. Вот, соответственно... Дуги мы сделали. Дуги мы сделали. Потом мы их пилили, приварили жопу от другой машины. И мы уперлись в то, что конструктивно туда ничего не помещается, потому что, когда ты дропаешь УАЗик, у тебя колесо уходит вверх в салон, и оно конфликтует с местом водителя. Водителя нужно смещать. Куда его смещать? Смещать по центру изначально, мы планируем, чтобы он сидел спереди, но по центру, типа Макларен посадка. Окей, хорошо. Не важно, как забираться, потому что открываешь дверь, у тебя есть колесо, ты сквозь колесо туда пролезаешь. Это фиг бы с ним. Разберемся. А мотор сзади логично только, но по длине, то есть, Джей, коробка Джея, задний редуктор, это огромное пространство, ничего не влезло с трудом, ни градиатора. Чтобы еще в базе остаться. Короче, мы уперлись в то, что мы не поместились. Казалось бы, огромная буханка, не поместились, и решили просто, что мы ломаемся? Нет, нифига, не поместились. То есть, как бы, это вот к тому разговору, к тому разговору, что ты, типа, вот говоришь, что я смотрю каждую серию, и думаю, что как бы дальше некуда. Хуже не будет. Тут же, а тут у нас немножко другая, то есть, оно туда не лезет. Раму, четверг, кстати. Мост не уж не уходит. Надо дуги. Надо дуги. Дуги сделали. Не получилось. Окей, приварим жопу. Ну, вроде бы, да, но не получилось. Все. Да нет, давай пилим кусок рамы, приварим от другой машины. Нет, нет, нет. Это никогда не сдаваться. Один технический нюанс, из-за чего это все произошло. Если у тебя сзади мост, он уходит, должен быть кардан. То есть, если у тебя редуктор висит неподвижно, кардан не нужен. А мост сходит, кардан. Чтобы убрать кардан, нужно сзади сделать редуктор. Чтобы сделать редуктор, нужно... Ну, не суть важна. Нагричажная подвеска. И тут, неожиданно, рядом, лежит отпиленная жопа от 170-го крауна, не раму. Внезапно. Внезапно. И редуктор. Болтон. С подрамником. Ну, то есть, как бы все есть. Давайте приделаем. Да. И вот каждый раз, каждый раз на самом деле не сдаваться. Да, да, да. Очень странный вопрос сейчас есть. Наверное, вы будете ругаться. Цель проекта? Да. Спасибо. Я не сомневался в этих ребятах. Цель какого проекта? В любом. Или шоу? Я не знаю. Слушай, смотри. Цель проекта, если глобально, опять же, показать людям, что есть такой вид безумия автомобильного. Если как-то локально смотреть по конкретному проекту, просто есть идея какая-то, задумка. Максимально неординарная. Давайте возьмем высокий рамный джип, положим его на пузо. И реализовать это, не имея должного образования. У меня два универа за плечами, но... Какие, если не секунду? Лити и Бонч. Но не автомобилестроение абсолютно. сначала электропривод, автоматика была, потом сети связи. Погоди, ты учился в моей школе. Да. Потом в моем институте. Да. Потом в моем ютубе снял твою машину все-таки. Это был гольф-танк. Это твоя отместка была. Да, да, да. Кстати, этих гольф-танков я столько вижу, на самом деле. Да, да. Пошла тоже тема. И прям вообще так же, вот прям с этой... Вот. И нам интересно, именно не имея бюджета, не имея знаний, сейчас у нас знаний полно, ну, на опыте уже, да? А изначально их не было. Это сейчас вы уже научились варить грудь. Да, да, да. То есть реально Леха научился за время иллинг-шоу варить так, что мы в любой сервис приезжаем, и он там лучший сварщик будет. Его просят люди клиентскую машину там подварить, если что-то сложное. Потому что он реально очень хорошо научился варить. Вот. И это интересно. От этого реально, как ты говоришь, таращит. Угу. Когда ты... Просто у тебя в голову приходит безумная идея, которую любой адекватный человек с каждой идеей ты таблеточку утром выпил вообще, нет? Ты хорошо себя чувствуешь? А ты думаешь, что вот именно из-за того, что это максимально дикая идея, ее нужно реализовывать. Ее сложно реализовать. Нет решения. Понимаешь? И я хочу это все как-то вот людям показывать, что смотрите, что можно делать. В моем понимании проект это когда ты от машины оставляешь только легкие очертания. Когда ты полностью в каждый узел, полностью подвеска, мотор, кузов, ты полностью перестроил машину. Понятное дело, что ты ее построил не чтобы по улицам ездить, ты построил ее для удовольствия, для собственного. То есть когда мне спрашивают, а зачем, какой смысл? Зачем люди в ралли идут? Они вкидывают огромное количество бабла, немеренное, в машину, видоизменяют ее полностью и наматывают ее на ближайшее дерево. Для удовольствия. А тот парень из Финки все равно быстрее. Да. Вот. И куркается он быстрее. А наша Нива самая низкая. И наша Буханка самая низкая. И это классно. А видишь, а у нас это не так заходит. Запорожье зашел лучше всего по среднему просмотру. А это мой самый нелюбимый проект. Я считаю, что там вообще нечего смотреть. Там ничего интересного нет. Ну, поставили мы субаровский мотор. И что из этого? Тут столб собрали. Вот мне интересно. Заставка для каждого видео. Ну, это эпик. Ну, у меня, например, другое мнение по поводу субаровского. Кардинально прям. Мне больше всего нравится, именно вот когда мы видоизменяем. Мне понравилась очень восьмерка. С одной стороны, казалось бы, тоже свап мотора. Но не просто свап, а мы переделали все. Мы расширили кузов. Мы перекинули мотор назад. Это интересно с точки зрения инженерной, потому что двигатель назад, зацеп, отсутствие потерь на кардане. Обогнали все Хонды. Бы. Бы. Если бы, они бы стали бы. Если бы, этот двигатель там был, бы работал бы. Вот это вот интересно. Это мне интересно. А когда вот мы свапнули мотор, ну и что? Ну окей, ну ты свапнул, ну ты проехал. Ты купил машину, купил мотор мощный, оплатил свап, и получил какую-то тачку, которая с виду овощ, ну типа поехал, и чего кому-то доказал. Возьми вот эти все деньги, сложи и купи себе нормальную машину изначально. Смотри, ну из-за вашего подхода, безумного отчасти, когда вы покупаете тачку, не знаете, чем все закончится, просто начинаете, имея какую-то базовую идею, не просчитанную в узлах, скажем. Были же проекты и неудачные, соответственно. Какие? С Рафиком? С Рафиком, это воля случая. Это удачный проект. Нет, это воля случая. У нас было ЧП. К счастью, он сгорел. К счастью, он сгорел. К счастью. Ну, а теперь никто ничего не узнает. Это же должен был быть тягач. Это должен был быть мини-тягач, да. Но, к счастью, он сгорел, потому что у нас были технические проблемы с мотором, с коробкой. И нам бы пришлось их вешать. То есть, если бы он не сгорел, то мы сделали. Пришлось бы умирать. Пришлось бы помирать, пришлось бы вкидывать туда еще больше денег и так далее. Он сгорел, причем... И мы выдохнули. А сейчас это выглядит, как будто мы его сами сожгли. Кстати, потому что мы так еще преподнесли. К счастью, он сгорел. Ну, так зато мы отдыхнули. Нет, на самом деле мы отдыхнули. Может быть, мы тоже? Нам звонят и говорят, чуваки, есть проблема. А там стояла наша Ауди, вот эта, которую мы купили как донора. Мы ее разбирали, типа продать там кузов, то-се, у нас уже забронировали пороги, крылья, все дела. А рядом стоял Рафик. И приехали чуваки, которые на чермет режут кузова. Вот, им сказано было, что вот отрежьте нам пороги и все остальное, типа, пилите, гидайте в газель и увозите. И они начали пилить, не снимая бензобака. В результате они пильнули по бензобаку. Спароли бензобак? Все мгновенно. А там бензина была до хера. Все это разлилось, все это загорелось. В результате там еще одна машина пострадала. И наш УАЗик... Уже клиентская. Да. И в результате наш Рафик канул в лету. Остатки Ауди мы попали на бабки, потому что там все было продано. А вообще с этим Рафиком мы на четверть миллиона влетели. Мы просто четверть миллиона вот так вот. До свидания. Но как бы вот эта тема, что вы специально его сожгли, это бред, потому что, ну, четверть лям. Мы не такие богатые, чтобы четверть ляма просто выкинуть, потому что нам не понравилось или мы передумали. Мы вложили основные бабки и закрыли проект, потому что он сгорел. Следующие проекты ввиду всего вышеизложенного, они более детализированные, продуманные в каких-то мелочах, агрегатах? В общем, вы все время все разные. Кто-то из вас свистит, пацаны. Никогда не сходится. Точнее, как тебе сказать, оно продумано у него в голове. Он считает, что это все продумано. Но когда начинается стройка, все вот то, что там продумано, это вот все, до свидания. Нет, на самом деле все это реализуемо. Просто немножечко посложнее, чем я думал заранее. Сколько еще проектов, которые вы придумали, но они так никогда и не вышли? В штуках. Я даже не считал их. Но их много, да? Их много. У меня по гусеничной технике у меня несколько было идей, я не реализую их только, потому что у меня нет денег на это. Там вообще бешеные бабки. Гусеницы космос. Гусеницы это космос. Там всего в 10 раз больше. Есть огромные направления, которые в России просто не зайдут. Там Red Look, Hot Rod, еще несколько видов шоу-стоперов. Если бы мы вещали на американскую аудиторию, это был бы топ. А еще нельзя летать. Ну, летать я и не собирался, потому что не самоубийца. Вообще нельзя летать. Я пока не самоубийца еще, не дожил я на кого-то. И плавать можно только на закрытых тоже водоемах. С гусем на заднем дворе. Летать нельзя с какой высоты? А? С какой высоты нельзя летать? Два метра, по-моему. У нас целых два метра есть. Ну, как бы. С двух падать не так больно, я соглашусь. Но глобально это не шоу. Ну, на два метра ты трепачишь. Мы упираемся в две проблемы. Первая проблема – это то, что в России не развит абсолютно вот эта автокультура. И люди нас не понимают. Мы с этим боремся. Мы пытаемся навязать людям, чтобы, блин, откройте глаза. Вот сейчас Волга у нас идет, да? Все нам пишут, собака сутулая какая-то, типа короткая база, зачем вы это сделали и так далее. И я объяснял вроде в первом видосе, что нет смысла ее оставлять длинной, потому что таких уже куча волк, кабриолетов длинных, вот их полноразмерных. Неинтересно делать. Это реально будет плагиат. Достаточно просто загуглить классические американские родстеры. Они все короткие, с огромными средствами. Они непропорциональны. Сидишь на заднем мосту. Да. Это классика американского родстера. Когда я увидел, когда я смотрю на Волгу, я в ней, вот эти очертания, вот эту дутость. Это же классика Америки старая. И я хочу сделать именно под старый американский родстер. Но никто не знает, что такое американский родстер. И все пишут, что это собака сутулой. Это неинтересно. Насколько я понимаю, родстер не имеет дверей еще. Открывающихся. У нас и нету их. У нас они не открываются. Это чисто американский, классический родстер должен получиться из Волги. Но это никого не волнует. Все смотрят, типа, в российских реалиях собака сутулая. Типа, ну я понял. Неинтересно. Зачем? Лучше бы, лучше бы то. Опять же, вот видишь, ты все так острыми углами говоришь, что игра в странах с развивающейся экономикой. А при чем Африка, Конго, мы, ну все друзья. То есть вся элита. Очень модно все длиннобазное. Седаны. Понты вот, писька маленькая, да? То есть ты хочешь... А ты уже зажаришься, что-то... То есть ты хочешь сказать, что у нашей аудитории писька маленькая. Это не наша аудитория. В Конго, может быть. Ну тоже не факт. В Конго нас не смотрят. Точно? Да там интернета нет, наверное. Там записи на флешках голубями только есть. Поэтому ты построил Бентли. Да. Нет, ну на самом деле, смотри, Бентли на гусеницах. Возьми, построй УАЗик на гусеницах. Ну это будет... Вот Костя же уже построил. Костя шок. УАЗ на гусеницах. Нет, у меня был... А вот Бентли... На гусеницах полная противоположность. То есть у тебя там все типа по уму рассчитано и дорого. А я рассматривал вариант типа все максимально по бичу. На педалях. Вот по бичу на гусеницах это получается обычно очень сутуло все. Нет, нет, нет. Просто нужно... Какой человек гуляет по Ютубу. Восьмерка, которая на... На железных гуслях. Я понял, на железных гуслях, на колесах, на резиновых там снизу и так далее. Ну это получается что-то вот такое... Ну на видео оно едет, да. В жизни оно, конечно... Ну, тем не менее. Вот. И что, видишь, если бы у нас был автоспорт развит, можно было бы еще целую тематику. То есть ладно, вот этот вот автотюнинг, да, внешка и так далее. Я хоть как-то навязываю, нахуй как-то люди привыкают. Ну, моя аудитория привыкает, она растет. И людям вроде начинает заходить. То есть я очень радуюсь, когда люди говорят, вот, все, там, говно и палки, болтосвар и так далее. Весело, вот классно там тачку дропнули и так далее. Люди начинают к этому привыкать, нормально относиться. Но опять же, мы ограничены в направлении мысли. То есть мы, я сейчас смотрю только в сторону такого экстремального тюнинга. Я бы с удовольствием делал что-то под спорт. Но у нас спорт не развит. У нас только вот дернут ручник на парковке и все. Чтобы мост отлетел в овощной отдел. Да. Это приветствуется. Очень приветствуется. Да, да, да. Вот это вот тема. У нас нету... Все. А почему, как ты думаешь, спорт не развит? Какие вот, ну, какие вы видите причины? А я тебе объясню почему. Потому что люди все максимально проецируют на себя. У нас нет интертеймента как такового. То есть человек наш, он не может смотреть на какую-то хрень и получать удовольствие от просмотра. Ему нужно проецировать на себя. То есть если тюнинг, то обязательно такой, чтобы я мог сделать. Если спорт, то обязательно такой, да, доступный, чтобы я мог. Дрифт, он же может дернуть ручника? Да, особенно если хондовод. Да. Может. Все. Я только на Гранте недавно. Бэкварды. Вот, это ему интересно. Отспиливал. Это ему интересно. И то уже, у нас столько вот этих дрифт-блогеров, ну, реально очень много. И у них, по сути, контент одинаковый. Они построили себе пруля, и вот каждый день они вот этим, ну, пруля вот этим. Вот занимаются, да, вот каждый день, каждый видос. И люди уже этим даже перенасыщены. То есть они говорят, я вчера смотрел весь день дрифт, сегодня в трамвае ехал, ручник пытался дернуть, я больше смотреть дрифт не буду. Хорошо, ну, займитесь, я не знаю, ралли. Отличная тема ралли, но она не развита. Почему? Потому. Ну, да, неплохо. Нет, 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 она звучит, как министр спорта. Подожди, ты не понял, я говорю с точки зрения Ютуба. С точки зрения Ютуба она не развита. Так, может быть, возьмитесь первым, будете тем, кто взорвет, ведь ниша-то не пахнет. Нет, если мы одни пойдем в ралли, вот мы попытались на восьмерке ралли бы устроить, покатались, ну, такое. Кстати, она хорошая показа, и вот если бы мы решили бы реально построить тачку для ралли, у нас уже есть какой-то опыт, я знаю, как построить офигенную тачку, вопрос в том, что куда мы поедем. Вот если бы мы с тобой еще бы кого-нибудь подрядили, чтобы каждый построил себе тачку и поехали бы зарубаться куда-то. Вот это было бы интересно, но ты же не впишешься. Практически отсутствующим техрегламенте, как я понимаю. Отсутствие техрегламента, отсутствие каких-то ограничений, то есть ты бы построил что-то там за 40 миллионов долларов, мы бы построили что-то вот из того, что вот там вот тот стол бы разобрали. За 5. Да, да. Вы при вас, да, это было бы интересно, потому что на дороге как бы все равны. Ты построил себе за 6 миллионов. Нет, как лимит, нет, как раз это будет неинтересно. Он за 6 миллионов построит, то, что всех там... И что? Я просто куплю лянчу и поставлю в нее турбоматуру. Мы твою лянчу, э! Расклячем! Но это же не райли. Нет, ну понятно, что какие-то условия сделать, да, можно не по бюджету, можно по мощности, по типу привода, вот это что-то сделать, ограничения, и дальше вот как бы что хоть что и делать. Ты будешь делать все по учебнику, тебе вот Джаггер Гараж сделает, он офигенно все делает, вообще вопросов нету, но дорого. Мы сделаем, как мы это видим. И поверь мне... Ну, или ты угрожать начинаешь, давай сейчас это поспокойнее, и без этого. Вот. А то ведь срастет. Вопрос в том, что это очень сложно организовать, потому что ты не впишешься, никто больше не впишется, и что, с кем мы поедем. Ну, то есть для того, чтобы продолжать заниматься любимым делом, должна быть некая такая эффективность, трудозатратность, КПД должно быть какое-то. Если ты все время занимаешься тем, что ты хочешь делать, но это не приносит денег или выхлопов какой-то, популяризации этого, то, соответственно, ты занимаешься этим зря. Если ты делаешь что-то, от чего тебя таращат, и это не смотрят, у тебя статистика канала падает, тебе никто не дает денег и так далее. И еще, кстати, между прочим, я обожаю вот эту вот тему, когда ты... Ну, есть блогеры, говорящие головы, которые один раз поставили себе на задний какой-нибудь шкафчик с подсветкой, и потом они годами вещают, ничего не тратив, и все деньги в карман складывают. А вот мы, ты бабки с Ютуба получили и обратно в Ютуб, вот все туда в проекте, даже денег стоит. Минусовые проекты бывают. А в результате... У нас мы за январь, короче, потратили в два раза больше, чем заработали. Вот, и все. И нам... И чтобы человек, пришедший с работы, мог бесплатно посмотреть видосики. Понимаешь? Мы же никого... Мы донаты не просим. С божественной интеграцией всего лишь. Да, ему нужно просто посмотреть рекламу. Но при этом в комментах дизлайк за рекламу. Ну, промокод илинг, конечно. Но какая разница? Почему-то многие думают, многие думают, что у каждого блогера вот стоит очередь целая, и мы выбираем. Вот этого буду рекламировать, а вот этого не буду. Нет? Потому что интернет изначально это была территория свободы, куда пришли люди делиться знаниями и дарить их. Они все свободны. Они могут уйти нахер, если им не нравится. Не чтобы купить себе Гранд Чироки. При чем здесь Гранд Чироки? Гранд Чироки я за 500 купил. Я продал Гольфа за 270. 500-то откуда-то взялись, извините. Я Гольфа продал за 270, копил много. Добавил промокод илинг, да, и, соответственно, сложился Гранд Чироки. Понимаешь? Так вот изначально люди интернет видят тем местным, где люди бескорыстно приходят, просто движимые одной лишь идеей, а не промокодом. Да, да, и они бескорыстно строят... Им не нужно 200 голды. Так а где эту идею взять? Где деньги на идею взять? Идею можно внести. Подожди, ты мне обожженал, а я идею внести в работе. Ты камеру умеешь крутить? Крути. Я утром просыпаюсь и еду в сервис. Как будто я там работаю. Мы каждый день в сервисе. У нас выходной один раз в воскресенье. Каждый день мы находимся в сервисе. Нет. Что нет? Не каждое воскресенье. Ну, иногда бывает, что и воскресенье в сервисе. Каждый день. Вечером монтаж, ночью думаешь, что бы сделать. И все. А когда работать? А думать это тоже работа, да. Да. Это самое главное работа. Без идеи как бы ты ничего не делаешь. Леха, а ты чем занимался до Ютуба? С этим понятно. В качалку ходил. Ты же в качалку ходил. Я из-за Ютуба обречал, я обжирнел. Ты же был из стали человек. У меня, ты не представляешь, как обидно. Я как-то один раз по Потаповой еду, и смотрю там спортклуб Торнадо, и рама вот твоя, вот эта слезом вот этим, шея вот такая, понимаешь, торчит. Ну, рамы я никогда прямо не был. А сегодня что вот это пришло? Это все Ютуб. Кровь дно и все. Больше ничего нет. Говно только. Бежит там где-то, говно не греет. Чашечки болтаются. Да, да. Нету времени, просто нету времени на зал. Я столько лет сходил. Хорошо, с водилом разобрались. Не удалось. Алексей, вот поясните за жизненные позиции. Вот вы до Ютуба чем занимались? Мы до Ютуба тоже работали. А с кем? Расб**им. Ну, тоже, да. То есть ты халтурил сработки на работу? Нет, ну, у меня тоже. Прыгал, как говорится, с бутылки на бутылку. Ну, да. С кем не бывает. Нет, ну, я даже, типа, старался не работать ни на кого. Скажем так. Мне кажется, что не надо у блогера спрашивать, кем ты был до блогера. Все были. То есть они, это предрасположение кого-то, одеврожденный дефект. Нормальный человек, нормальный человек, адекватный блогер не пойдет. Он пойдет там работать, в офис, на завод. Только дебилы идут на Ютуб. Но нам в комментах же пишут, что мы дебилы. Люди не могут все ошибаться. Я лично не против. Я тоже не против. Пусть дебилы все устраивают. У меня было много попыток бизнесов всяких разных. Так, ну, например, ну, давай так парочку. Ну, тезисно. Который давно там с прокатом скутеров. Открыл платный туалет. С прокатом скутеров. Прокат скутеров. Да. Где, какой район, парк, что. Ну, так, просто вот. На Крестовском. На Крестовском прокат скутеров. Электрических, соответственно. Нет. Какой электрический? Это что, это было 400 лет назад. Так, хорошо. И второе что-нибудь? О, оконные. Окна. Мне понравилось. Ну, да. Да, нормально. Связи хорошие остались. И почему тот или иной не выиграл, как ты думаешь? А, слушай, потому что у меня нет... Я всегда уходил даже с работ, когда на кого-то работал. Уходил, когда упирался в потолок знаний. Хорошо. Когда ты уйдешь из Линкшоу? Пока там еще, ну, не знаю. Ну, если только есть запасы. Ну, я думаю, да. Сейчас тут доварим. Просто как бы эти, ну, Хонды, опять же. Ну, все только Хонды были, эти, в потере. Когда я уже понял, как перебирать двигатель через выхлопную трубу и как бы... Не глуша. Да. Ну, там стало неинтересно... А, ну, нет, ладно. Тут наврал. Короче. Этот бизнес закрылся по другой схеме, но потому что финансово это было, ну, не... Не сошелся. Нет, просто... Экономически не выгодно. Они стоили денег, они стоили денег, и нужно было брать за них какой-то залог некий. И этот залог не должен был превышать здравый смысл. И психологическую сумму. Да, и тут цифру вроде как, чтобы, ну, был смысл его, там, не угнать. Потом, значит, к тебе приходит Вадим. И говорит... Нет, никуда он не приходит. Нет, сначала я к нему прихожу и говорю, чувак, у меня, короче, видеонаблюдение. Кряк? Вот, и пошли с тобой окна ставить. Мы с ним какое-то время на него работало, окна ставили мы с ним вместе, остеклением занимались. Ну, изначально мы на драйве-то как раз... Ну, на драйве мы уже сверху, да? Да, да, да. У нас поменяются позиции. Я всегда за свежесть какой-то. Отношений. У меня тоже, я как бы, видеонаблюдение, у меня даже концертное агентство есть. Ну, оно у меня нету, мы с другом в 2012 году организовали концертное агентство. Оно у меня есть, но его нету. Да, его нету. Вот, я оттуда достаточно быстро отвалил, потому что не понравилось. А с тобой никто не знает. Нет, оно, кстати, сейчас иностранные группы возит, оно прямо работает с полной ручкой. То есть вы сейчас объясняете, что до Ютуба вы все время как-то были перебивщики. А здесь как-то прямо у вас наступила... Я настольные игры делал, я концерт организовывал с иностранным группам. Я всякую херню... Кто тебя не слушает? Херню, извиняюсь. А я не ему, я в микрофон. В микрофон, ну-ну. И сейчас вы уже, получается, 4 года занимаетесь, в общем-то, грубо говоря, одним и тем же. И при этом запал пока не гаснет. То есть это лучше, если бы что с вами было получать. А это не то, не одно и то же. То есть это работа, ну, если вы знаете, это работой, да, я, к примеру, называю это работой. Ну, нет, работой. Позволяет вам все время как-то двигаться куда-то и развиваться? Да, конечно. То есть вы не... это не одно и то же. Это как... То есть потом отличается от него, да? Конечно. А, хорошо. Это как любимая работа... Как Пасар сказал, в техническом исполнении нет вопросов. А в батоне были. А в батоне там вопросов вообще полностью никаких не было. Просто глобально. А потом следующее, да, вы сейчас добавите с новым УАЗиком? Вот с новым УАЗиком, не знаю. Лучше тебя не знаю. Ну, я не представляю, как вы решите те или иные проблемы, которые неизбежно возникнут. И лучше не рассказывайте мне. Мы уже решили пастись все. Там прямо... Это самый хардкорный проект. Вот это самый хардкор. То есть то, что до этого мы там приваривали арматуру вместо стойки, это ничто. Вот сейчас будет интересно. Ну, внешка-то будет красивая? Внешка должна быть красивая, да. Видишь, мы вышли даже на уровень того, что мы внешку начали делать. То есть вот сейчас у нас Нива в кэнди красится. То есть там уже больше месяца. Все любят внешку. Все, к сожалению. Вот нет, в мелочах, в мелочах любят внешку, чтобы покрашено было, понимаешь? Так, смотрите. Хотя бы он был покрашен. Ну, типа, по правилам пяти метров. Вы вот что-то критикуете, чем-то недовольный. Но вы Туренберг оба. Вы не предлагаете никаких решений. В смысле? А о чем мы делаем на канале? А кого критикуем? Подожди, с кого мы критикуем, да, во-первых? Автообзорщиков. Что нету в России ничего, ни спорта, ни культуры, ничего. А решение это в чем? А я не критикую. Я пытаюсь, нет, я критикую. Я за храм. Подожди, по поводу обзоров, по поводу обзоров, я не критикую как таковых обзорщиков, я критикую сам жанр, что он мертвый. Потому что если ты начинаешь людям рассказывать каждый день, то это неинтересно. Как это исправить? Не снимай тест-драйвы. Нет, ты предлагаешь просто все это, с женщиной отказаться. Ты поступаешь так, как поступал до этого с другими работами. Ты просто их бросаешь. Ты просто их бросаешь. Да, да. А где твоя... Моя цель, еще раз говорю, моя цель, моя миссия, жизнь. Да, да. Я ушел тест-драйвов, мы строим машины. И вы снимали такую неоклассику для себя, типа, вот, это редкая машина, их в городе 10, наверное, все это посмотрят. Нет. Так, а что же? Например, что мы снимали? Мы тогда снимали? Все Тойоты и все... Мы снимали GDM, потому что мы первым... Да, мы очень хорошо, вот именно по тест-драйвам, да, на старте канала у нас неплохо пошел GDM. Почему? Потому что мы сняли случайно одну прульку, а этот впервые в жизни сел в прульку, причем сразу в Маджесту. И меня так затаращило вот это все, я же никогда этого не видел, вот эти вот свинк... А какой кузов? 170-й был, по-моему, да? 170-й был, по-моему, да? 170-й, это уже топ, 2000-й. Нет, не 170-й. Не, не 170-й. И не помню, я не помню вообще. Какой-нибудь 140-й. Как человек с запада впервые вот это видит и просто на мою реакцию все кекали. А потом же мы реально охренели, там, типа, Cedric U30, какого он года, там, 80-какого-то, у него... 86-го, если не ошибаюсь, года модель, могу ошибаться, у него в заднем диване пульт дистанционный, беспроводной от печки, от мультимедиа. 80-какого-то года, 80-какого-то года, Краун, 100... Какой это Краун-то был? 140-й. Нет, не 140-й, 130-й Краун, УЗС. 80-какого-то год, сенсорный экран в машине. И вот я вот это видел... ГАФ? ГАФ, понимаешь, что здесь еще скажешь? И люди смотрели... И люди смотрели... А потом нам давали салоны всякие, Тигуа... Да, 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 да. И за два плюс. И это не зашли. И никто не смотрел это. И никто не смотрел это. Потому что он на херниках. А потом мы взяли подход. Ась? Не тот подход, может быть. Какой подход? Ну, типа, когда ты снимаешь новую машину, типа... Не та публика. Мы себе набили аудиторию вот на чисто вот такие... Интересные машинки сначала, да, а потом вот сейчас мы набили себе аудиторию на необычные проекты. И когда мы этой аудитории сейчас предложим посмотреть тест-драйв, они скажут, ты кто? У тебя даже по статистике... Тест-драйва больше не будет у вас вообще, да? Крайне редко. Если только вообще мега что-то интересное, что не самому прямо захочет. Например, мы скоро снимем Кватру настоящую, но... Но... Желто-белая? Нет. Та, которая... Нет, нет, нет. Та, не настоящая. И интерес будет в том, что это не будет как таковой тест-драйв Кватры. Это будет рассказ о том, как ее недавно ввезли в Россию, растаможили бесплатно. Есть лазейка в законе. Скинь мне первому. Да, хорошо. Вот. То есть Кватра полностью в стоке. Пока не вышел видос, я оборотатик. Я за таможен. Абсолютно легальная, с новым ПТС-ом, с СТС-ом, без проблем. Заехала в Россию, растаможилась бесплатно. Есть лазейка в законе. Вот только поэтому мы снимем этот видос. Есть лазейка в законе. Папа начальник таможни. Нет. Нет, без... Ты знал об этом, нет? Без СМС и регистрации. Удивительная история. Абсолютно все легально. Ты можешь так же сделать. Просто никто об этом... Мы папа и просто электрик. Да. Он может только бухту кабеля ввести, без таможни, со своей работой домой. Вот так вот. Ну вот, да. Вот такие вот, да, может быть, и будем снимать. Но как таково, типа, ой, смотрите, у нас сегодня-то здраве какая-то машина. Ну, камон, зачем? А ты знаешь, мне вот интересно, а мне интересно, что Киа нового сделали. Я прям как-то вот... Прииди в салон и попроси. У тебя история только по статистике, ну, по возрасту. А ты что, не смотришь, да? Это Игорян, надо Игоряну позвонить, да? Нет, 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 надо Игоряну позвонить, у него кейс. Ну, он в курсе, по-любому. Да, да, я не в курсе. Но мне почему-то реально интересно. Мне вот вот недавно говорят, там, хочешь, мы тебе дадим просит на 1,4 в минимальной комплектации? Я говорю, да, и они мне его дали, и я прям на нем ездил. Да, Костя, ну ты не забываешь, что... И он из 10 уезжает. Твоя аудитория смотрит именно тебя, а наша аудитория смотрит наши проекты. Да, у меня реально таращило, я взял этот сит на 1,4, я ездил и прямо... Да, тачка! То есть круто было. Ты можешь приехать в магазин, сесть в тележку, снять тезрайв на тележку, и это зайдет. Ну, не знаю. Давай я тебя уверяю, спорим? Ну, я не снимал тезрайв на тележку. А ты попробуй. Ты попробуй. Сними тезрайв на тележку. Это же тележка, ее же уже все сняли. А я буду, как вы теперь, не знаю, что тележка. Я тебе гарантирую, что ты лям соберешь. Этих тележек везде. Да, а вот эта тележка особенная. У них разные ножки, разная рама, кстати. У них развал бывает плохой. Не-не, у них рамы разные. Бывают целовые, бывают. Поведенная, бывает, битая, крашеная. В этом проблема. А у нас смотрят именно проекты. Если мы даем что-то не проект, то... Может разобрать тележку и узнать, перебит или серийник? А есть он там ли? Главный попадос на 10 рублей. Да, она тоталеная. Цена ошибки 10 рублей. Пять. Тележка, пятерка еще бывает. Бывают двух эти ямочные, да? Цена ошибки 5 рублей. Вот. И она разобранная на видео должна лежать такая. Наш колесики отдельно, этот отдельный. Да, мне переводили 30 арбузов, она тоталеная. Да, все равно повело. В коем случае не берите такое на входе. Да, это вот так, главное проработать. Я тебе говорю, сними, сними. А потом давай с тобой забатлимся на уфроуде. И 10 рублей. Если ты успеешь. Есть современный такой бич всего ютуба. Ты делаешь что-то долго. Это сейчас не про вас и не про меня. Это даже про историю с Теслой. С кибертраком, который сейчас построили все. Кто-то заморочился раньше и сказал, мы сделаем хорошо. Кто-то заморочился вторым и сказал, мы сделаем быстрее. А третий сделали за три дня. И все остальные выкусили. Что за бред? Это же несправедливо. Ну и что? Это жизнь, детка. Да. Ну а что? Ну они сделали... Дело вредно относительно к чему. И что? Ну и выкинуть. А зритель, ввиду падающей технической грамотности населения, к сожалению, не понимает, что лучше, а что хуже. И те, кто все время делал просто полую дичь, немного заморочившись, проиграли в гонке против того, кто оказывается может сделать еще быстрее и еще хуже. Но раньше, как бороться с качеством исполнения на YouTube? Вот ты делаешь проект, вот сейчас у нас выйдет видос по Ниве, следующий. Где это? Я там буду рассказывать технические особенности. Вот прям отвечать на все советы, потому что там советов тьма. Типа люди нам говорят, что чтобы закрывался капот и не торчал мотор, нужно поставить оппозит. Ну то есть люди никогда оппозит в жизни не видели в реале. Они думают, что если он плоский, то он как бы вот такой. А то, что у него здесь в путь, в путь сверху, что он по высоте точно, сука, такой же, как Рейх. И немного широкий, чуть-чуть буквально. А сильно шире, а вот с этим по сравнению с ним это еще просто дрищ. Да, им невдомек. Или вот поставьте двигатель назад. Ну то есть они думают, что мы взяли блок, вот он маленький блок, так, кинули в багажник и все. Коробка кардана не нужна. Сделайте на Ниве поворачивающиеся задние колеса. Да, на мосту. Знаменитый жиговский хайкас. А кулаки и все это не надо. Че ты, не умеешь что ли? Да, да, да. Ты сначала делай развал на мосту, а на дом доворачивающиеся ноги. Когда у нас восьмерка была уже на ходу, мотор сзади, нам говорили, поставьте полноприводную коробку и сделайте полный привод. Я говорю, мне вот как вообще кардан в трубогибе загнуть, чтобы он туда пошел? Берешь, знаешь, в наборах с инструментом в китайских есть такая гибкая штука. Гибкая штука, да, да. Вот возьмите их 50. Да, да. И вот я не знаю, изначально я на это внимание не обращал, думаю, ну дети забавятся, ладно, там мама разрешила в интернете посидеть. Но это настолько часто и в любой непонятной ситуации. Ставь УЗ. Вот эту восьмерку поставьте УЗ. Поставьте УЗ к ваговской коробке, автомату и вот провода вот так узелком залежите, чтобы оно сработалось. Весь современный мир учит нас тому, что машина это просто предмет, который стоит на улице, ты пришел, нажал вот эти кнопочки и поехал. Да. Он никак не устроен, в нем нет никаких деталей. Поэтому сейчас я... В нем есть плановое техническое обслуживание, цена платежа в месяц по кредиту, стоимость страховки и налогов. Все. Да. Так вот, поэтому сейчас я, ну, в ближайшую культурскую я буду проводить некий эксперимент, я буду технически разжевывать практически все, что мы делаем, посмотреть, что из этого получится. Будет тяжело. Где вот эта объективная точка зрения, насколько это правильное в плане какой-то самоделки, которого никто не делал? Есть точка зрения, что какой аудитории больше, что вы хотите больше выиграть в просмотрах или в некой лояльности и то, как люди о вас потом скажут? Да нет, качество, качество. Потому что есть такие каналы, в том числе и автомобильные, знаешь, когда название в воздухе только пролетело, все сразу заулыбались. И не потому, что они классные, а потому что, ну, сейчас будет жесть какая-то. Ну, нет, смотри, ты говоришь про эти кибертраки. Построили три человека, одни построили качественно, одни. Провелся еще так из... Ладно, неважно. Видимо, уже и не будет. Хорошо, для крайности возьмем хреново и кайфово. И... Где кайфово? Кайфово в чем? Хотя бы пропорции совпадают. Ммм... Ну... Да это издалека должно похоже быть снаружи. Нет, Лех, ты не про то говоришь. Ты говоришь про самодельную машину, которая является изначально задуманной твоей репликой. Да, возьмем, возьмем просто вот, ну, Ниву нашу. Возьмем Ниву. Никто не делал такую низкую Ниву. И тебе вот дадим, скажем, Костя. К ее мне нет вопросов. Просто Ниву. Да мы не про тебя. Просто отпили от нее Ниву. И приделай, и сделай ее вот такую же сам, по-своему. Что ты сделаешь, качественней или некачественней? Я сделаю, я бы сделал так же. У вас там все нормально, а в чем проблема? Ну... Да нет, там очень много. Исключают дневные на передней подвеске, но... Ну, там очень много косяков. Подвеска нормальная. То есть есть куда стремиться, но зачем? Ну, это не глобально все. Да, в вашем случае это нецелесообразно, но... Да и тут это нецелесообразно. Это должно снаружи быть похоже на что-то. Ну, вот видишь, ты вот сейчас размышляешь, как вот как раз потребитель, который просто хочет... Никто это ведрище, которое Кибертрак, не видел, по сути, изнутри. Оно только снаружи. Там нет дверей, серьезно. Там даже было лень делать двери. Так оно снаружи должно быть похоже. И все. Ну, это же машина. Да, это не машина, это кожух. Это как буханка. Ну... Ну, это же не УАЗик. Буханку никто не... Это же краун, сука. Да, да. Это же только штука снаружи. И, кстати, мне в буханке очень нравилась тема, что, оказывается, на ней все ездили. И мне рассказывают в комментах, что на ней неудобно ездить. Я вот... Я сначала улыбался, но потом это количество комментариев было. Я охреневал просто от людей. Типа, камон, вы в ней никогда не сидели. Откуда вы знаете? По сути, я сидел на стандартном месте крауна. У меня единственная разница, а лабаж был дальше. И все. А так, то же самое. Это стандартный, сука, краун. На нем ездить так же удобно, как вы едете на крауне. Я вижу абсолютно то же самое, что вы видите, когда едете на крауне. Вы видите при собой капот. У меня капота нет, у мотора какая разница. Вот у меня конец капота, вот там же заканчивается. Нет, все равно никому ничего не объяснить. Все равно там, сука, неудобно, потому что должен сидеть вон там, на колесе. У вас постоянно бобит от комментов? Нет. На 30% эфирного времени это вот. Они, они, они говорят, они... А мне не от комментов. Нет, Костян, ты не понял. Я тебе с самого начала видоса сказал, что у меня бобит не от комментов. От безграмотности технической и от отсутствия культуры автомобильной. Вот от чего. Мне за Россию и что обидно. Работай, объясняй людям. Работай. Я вот этим и занимаюсь. Нет, не безграмотности, а именно не то, чтобы они там что-то хейтят. Они пытаются какую-то здравую... Они пытаются придать некую здравую нить нашим проектам. Подозрительно. Это на ней было комфортно ездить, в нее было комфортно залезать, чтобы на ней был обзор нормальный. Зачем? Просто, ну, это другое обновление. Это шоу-стопер. Он не должен вообще ехать по идее. Он должен просто привлекать. Следующий проект есть? Хотя бы в мысли. У меня есть несколько мыслей, у меня есть несколько мыслей, но я не знаю, в каком порядке что реализовывать. И, понимаешь, есть куча идей, которые не буду реализовывать на данной мантафе, потому что, ну, зритель не готов просто. Он не зайдет. У меня тоже куча того, что сейчас... А еще рано. Да, рано, рано, рано. Это как у меня был проект дизлайк, когда мы купили первый кадет, вернее, не купили первый кадет. И его задизлайкали, это видео даже пришлось удалить. Потом мы купили второй кадет уже нормально. А теперь мы наматываем видео в ведра на столбы, и просто толпа там столб, 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 следующая дачка. Просто убей их всех, развали все, что движется, братан. Я вот сейчас же не могу понять, почему? Уничтожь просто этот мир. Краш-то это же классно, это же божественно. Краш-то это вообще можно смотреть бесконечно. Просто вот я вижу, что я делаю одно и то же с интервалами, вот так дал, не зашло, аж прям напихали. Второй раз типа, ну, ты просто дурак, чувак. И третий раз, да! Хотя это глобально одинаковый процесс. Но насколько меняется понимание у людей того, что происходит? Ну, кстати, даже краш-тесты, это же одно и то же, разные машины. Но это можно смотреть бесконечно. Да, и они совершенно по-разному себя, как оказывается, ведут за одни и те же деньги. А ты можешь купить себе и то, и другое, но... Это ты уже просто придумываешь смысл всего этого происходящего. Когда у тебя всегда есть деньги, ты всегда выбираешь. На самом деле нет. Да все фигня. Ты просто бери тачку, ничего не говори, просто стави ее на рельсы и в столб. Все, 10 часов. Когда, Костян, тебе следующая идея, когда столб надоест, да, возьми, поставь рампу, чтобы вот ты машину разгонял, и были две горочки под каждую сторону. Одна пониже, другая повыше. Чтобы она взлетала, переворачивалась и клалась на крышу. Чтобы посмотреть в перевороте, как машины крепкие. В перевороте, со скоростью в динамике. Да, я тебе скажу, что шведы, они, по-моему, это шведская компания какая-то, вот эти краш-тесты, это ладно, в кубик в этот, а они сделали целый стенд, где они крепят, типа, на такую вот хрень, какой-то станок машину. Переворачивают ее, и ее под разными углами в плоскость долбят стойками, вот этими, типа, показывают, что будет с машиной, если она перевернется. Я даже не подозревал, какие машины бывают мягкие. Вот мой Гран-Чероке, да, ВК-1, я посмотрел его результат, у него стойка вообще ничего не имеет. То есть он переворачивает, он сразу внутрь туда, в голову водителя. Такой же тест, XC90, допустим, там вообще внутри салон целый. Как кирпич, да. Да, вот это интересно было бы посмотреть, что будет с машиной, когда она на скорости перевернется, в кубик, а то летит, на крышу ляжет, короче. Вот это интересно, потому что боком в столб, это такая, как бы, ну, не такая частая история на дороге. Ну, я листаю ДТП, ЧП. И как бы я тебе могу сказать, что, в принципе, пару раз в недельку случаются такие ситуации. Ну, а это самовыпиливаются люди, которые ручник дергают. Так вот мы хотим, чтобы они хотя бы выпиливали столбы, ну, не себя, ладно, ты дурак. А они будут продолжать выпиливать столбы, потому что, ты что думаешь, они дают твой этот видос посмотреть, я не буду, Марка, больше ручник дергать. Да, это просто опасно, ну, или дергать, ну, по крайней мере, без столбов. А знаешь, почему? Потому что они скажут, что это ты специально в столб дал, а я такой пил, ты докажу. Опасно. А я такой пилот, я никогда столб не поймаю. Есть еще люди, которые ездят рядом, там, убиться можно где угодно, это, в принципе, опасно. Поехали на ралли. Поехали на ралли. Короче, на ралли я не поеду, там сосны, они очень жесткие. Я тебя сколько раз звал, просто поехали по овощим. Поехали, вот у тебя Супротек Рейсинг есть, у них есть Нива. Валищая, на каркасе, амалогированная, со спортивным паспортом. Поехали, ладно, хрен с ним, нормальный этап, мы не пройдем, нас не пустят, потому что если мы что-то построим, нас не пустят просто техрегламент. Есть Суаранда, есть Карьер, есть такие направления интересные, которые в России вообще ноль. Типа Climb Hill, там есть такие песочные горы, вот это, которые к столбу к этому. Что-то построить а-ля баги, которые будут взлетать. Вот это интересно, я бы с удовольствием строил такие проекты. Уже через год на канале E-Link Show, по факту, сами на чем движетесь? Значит, Леха, у тебя тачка с музыкой в покраске. Toyota Sprinter Trueno. Для тех, кто не понял, специально ставим картинку. Потому что в западной части страны есть такая у тебя и еще... У Майкла Джекса. Возможно, если бы он был здесь. Почему? Я не хочу покупать то, что есть у всех. Ну, не у всех, а у... По деньгам, я думаю, она тебе... Да, по деньгам она тебе вышла как нормальный новый какой-нибудь Solaris. Ну, не, и что. Solaris есть у всех, а... Ездил бы, бед не знал. Такое ведрище только у меня. На безопасной машине. Ну, я эту еще не проверял. А есть возможность, кстати. У него есть. Ну, нет, это дорого. А почему не валило? Слушай, да что-то мне вот эти все рамсы с... Гонки и прочее. То есть ты хочешь спокойно ездить, да, и тебе не нужны проблемы? Да. Вот, собственно... Не, ну... Хорошая такая подсессия. Скажем так, ну, езжу я как... Езжу... Есть места с горочкой, да, где разгоняешься до 60? Да. Ну, я же за весь спидометр заплатил. Это понятно. Нет. В то же время... Вадим. У меня полная противоположность. Да, то есть тут выхлоп V8. Да, выхлоп V8. Вес. 5,7 литра. 7,4 до сотки. 26 литров. 25 где-то расход. 92-го. Бюджет, опять же, сопоставим с покупкой, наверное, уже какой-нибудь Сонаты новой. Нет, ты что? 500 в машину и где-то две сотки в... Что привести ее в чувство. И все. Просто переклейкой пленкой как у тебя стоит 250. Ну, это уже отдельная история. Если бы, понимаешь, если бы я купил Сонаты, я бы тоже переклеил пленкой. Я не могу ездить на одноцветной машине. Я не... Вот как он говорит, типа, мне нужна машина, чтобы выделялась, потому что она необычная. Мне нужна машина, чтобы она выделялась, потому что она яркая. Я не могу на одноцветной машине ездить. Поэтому у меня выхлоп, поэтому у меня разноцветная машина. Меня заранее видят, меня заранее слышат. У меня никаких проблем нет, чтобы под меня кто-то подстроился, перестроился, подрезал, еще какая-то хрень. Я спокойно еду, меня никто не трогает Я никого не трогаю и все Я позволяю себе, конечно, 326 сил выпустить на волю Я за них налог заплатил Но максимально, чтобы это было безопасно Кто за лошадей, кто за лошадей Да, 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 ну кто чем богат Так, это все понятно, а следующая машина, Леха, у тебя какая будет? Слушай, я думаю, тоже что-нибудь такое прям Я типа смотрю там на всякие лебороны Ну, короче, такое А ты знаешь, что это лебороны? Нет, ну, видимо, я узнаю сейчас, когда это Андрюх, ты представишь картинку? Я сейчас прям посмотрю Я сейчас сижу, посмотрю и вот картинка Вот он как выглядит Слушай, а я купил на самом деле Мне эту тачку посоветовали Один наш общий знакомый Который говорит, чувак, вот я думал, что купить И он говорит, купи вот этот гранчерок Типа 5,7, будешь с него проект строить Типа зайдет на ютубе, он не зашел вообще Но я сначала расстроился, думал, купил такую себе кабалу Такие налоги, такой расход Вот это вот все Но я поездил на нем месяц И все, я не знаю, как можно ездить на маленькой машинке На низенькой вот этой вот Я не знаю, на что ее поменять Вот в чем прикол Я не знаю, на что Я так привык, что я еду, вижу всех над потоком Мне комфортно, у меня большой салон Поменяю на проездной Ты будешь сеть еще выше Нет Еще мощнее Тролик бы стоит куда дороже Единственное, на какую тачку я бы согласился поменять Это гелик, потому что мне виды из окна нравятся Мне похер на все эти понты Типа бандит Но вид капота, лабаш с капотом смотрится очень круто Офигенный вид из окна И топовый звук Если 5,5 Но, но Чтобы он ехал, как мой грант Это нужно очень дорогой покупать Да, соответственно, это уже миллионы и миллионы Это миллионы, да Мой грант, как бы за полляма Он уезжает от многих геликов, которые стоят больше ляма Топ за свои деньги Как Xiaomi Да? Нет По-моему, да Значит, смотри Поскольку Даже не знаю, с чего начать Автомобили у вас у всех Япония Она близка, соответственно, к Китаю Поэтому в свете Вот это подводочка была Тебе нужно обезопасить Система кондиционеров Специально для твоей дойотки Да Берем И, Вадим, для тебя Это наши вонючки Хотя я знаю, что потом Леха себе отожмет весь пакет в конце вот этого всего Само собой Да? Почему потом? Хорошо, тогда тебе, Ванючки А тебе, Вадим, еще есть, ну поскольку у тебя 5,7 Да То тебе нужен Супротек в бензин Чтобы 5,7 За все наложенные 400 Все сразу прямо, да? Ты сказал 26 326 326 426 лошадей, чтобы все ехало Все сразу? Да, да, да Здесь так же надо или прямо так? И сразу так, да Да, не надо Также силиконовой воздухом ничего не скрипело Это для Тойота, скорее всего Это да, да, да Чтобы фары зимой выдвигались Это, нет, это чтобы ему завести было удобнее Нашка силикончиком смартфона Попрыскил и схватывало, да И жидкий ключ тебе, ну, чтобы колеса открутить, наверное, гаечки, чтобы не прикипали Это его Это, да, да, да Ну, у вас, в общем, в любом случае есть чем заняться И промывка для двигателя долговременная У меня пробег 400, где-то около 400 Кстати, масло не езжу Это здесь мой пакет Пыл Все оставшиеся достается, Леша Таким образом, пользуйтесь на здоровье Пусть машины служат дольше Колбом Как известно, да При каждой заправочке и, соответственно, в нос Все реально работает Морозная свежесть Тем более, впереди февраль, да Вам это все пригодится Спасибо, что пришли Спасибо, что ответили Спасибо, что позвал, а то мы думали, что мы нахер никому не нужны А тут прям интервью позвали Секундочку Колбом, вон его пакеты Короче, у них там еще сзади, смотри Давайте, чтобы я понимал Просто мне в 5.7 очень много Это было для видео Это было для видео А чтобы они просто отсюда ушли Значит, там еще досылается раз Он пустой Он им тебе Два Вот это мне Еще три Слушай, а есть больше Полностью нагруженные Афрахимом Да, и как мы уже говорили до интервью Залейте все Подожди И желательно сразу Подожди, подожди, подожди А это кто? Да Это 4 на 4 А, да-да-да-да-да Все, я понял Всем вам огромной удачи Ты его знаешь? Спасибо, что смотрели эти видео И пока Это был Костя и Линкшоу И какие-то парни Леха, Вадим Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...